Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, наверное, будем говорить о левых и о наркотеррористах. О наркотеррористах. К сожалению. И весна как-то в этом году у нас была не очень. И лето вот начинается с событиями безрадостными. И в данном случае я позволю себе обобщение у нас, потому что, когда под угрозой свобода и все, что мы любим в Америке, то под угрозой свобода и все, что мы любим во всем мире. Это было на самом деле и с домашними арестами, и с противостоянием им. И с тем, что мы видим сейчас, когда вот такой красивый, но на слух, но отвратительный, по сути, термин, как анархотирания, мы к нему чуть позже вернемся, он воплощается во многих странах, к сожалению. Но вот то, что на сегодняшний день мы его видим именно в Америке, это, конечно, весьма и весьма прискорбно. Я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, и мы начинаем с вами пытаться разобраться, что, собственно, происходит и произошло. Как часто бывает в такой ситуации, а ситуация, конечно же, весьма и весьма удручающая, устрашающая, я очень надеюсь, что у всех слушателей все хорошо, насколько это может быть в такой ситуации, так как это может затронуть любого. Началось все, как мы знаем, с истории про убийство чернокожего Джорджа Флойда, белым полицейским, вроде бы, по имени Деррек Човен. И то самое видео, которое раскрутилось и которое дало повод ко всему, что произошло, ну, действительно, если его посмотреть, то на эмоциональном уровне зрелище, прямо скажем, довольно-таки неприятное. Почти как из старых карикатур про рабовладельцев и черных, что вот белый здоровяк давит коленом на лежащего черного, тоже здоровяка, кстати, тот просит о пощаде и ее не получает. Да, это все безрадостно. И если вина полицейского будет доказана, то, конечно же, он заслуживает наказания. Наказание, кстати, весьма-весьма суровое, так как, насколько я знаю, убийство третьей степени, то есть неумышленное, но все равно это 25 лет тюрьмы. Тогда, повторяю, и к нему особого сочувствия никого оно не будет. Но вот то, что мы уже сейчас отказываем ему в праве на защиту и записываем его в виновники случившегося, это, на мой взгляд, тоже слишком поспешное действие. Да, повторяю, выглядит все отвратительно и не в его пользу, и какое-то превышение там наверняка есть полномочий. Но давайте вспоминать сразу, что сколько было случаев, когда казалось, что все, полицейский виноват, белый негодяй и так далее и тому подобное. Начинаешь разбираться, и жертва его, мягко говоря, не жертва, и полицейский действовал, как он вынужден был действовать. И видео, либо его подрезали, либо еще что-то произошло, как с Родни Кингом в свое время, либо мы видим с вами не все. Здесь тоже пока ситуация далека от ясности, на самом деле. Я не беру на себя роль адвоката Чёвана, пусть этим разбирается суд и следствие. Мне бы, конечно, было весьма неприятно, если бы кто-то мне на горло напирал колен. Мягко говоря, неприятно. Но, тем не менее, мы с вами не знаем, что произошло. Мы видим то, что нам показывают, и мы реагируем на эмоции. Тем не менее, полицейских работа нервная. Полицейские прекрасно понимают, что если что-то пойдет не так, то погибнет и он сам, погибнет и его напарник, погибнут и еще люди вокруг. И если полицейский устанавливает человека, который известен, что у него пять арестов, в том числе вооруженное ограбление, насколько я помню, и человек этот, ну, мягко говоря, выглядит не как тростинка, а весьма и весьма внушительных габаритов, то, конечно же, полицейские должны делать все, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. И в такой ситуации, когда даже все эти мольбы о пощаде, да, полицейский не должен быть роботом, и да, он должен реагировать на то, что он слышит. Но, знаете ли, очень часто, я думаю, это прекрасно понимаете, преступники очень хорошо умеют давить на жалость. И в такой ситуации разобраться действительно человеку плохо или он пытается давить на жалость, мы тоже не можем это определить, и тем более не может полицейский. Тем более, напоминаю, около него еще трое человек из наряда, его же, не все белые, как вы знаете, и все они пытаются вот с этим здоровяком справиться. И, как мы потом еще и узнаем, умер, ну, на данный момент, там еще, вроде бы, семья Флойда собирается выпускать результаты вскрытия. Но то, что мы знаем на данный момент по официальным результатам, что умер он не от удушения, а от сердечных проблем, усугубленных вот какими-то там веществами. Не то алкоголем, не то какими-то другими. Это может быть все, что угодно, я не обвиняю даже покойного мистера Флойда в том, что он был пьяный за рулем, или что он принимал наркотики. Даже какие-то лекарства могут такой эффект возыметь, если они там не вполне согласуются с его организмом. Но, в общем, факт тот, что смерть его произошла вот от всего этого. Да, не снимаю ответственности на данный момент с полицейских, но как им было себя вести в такой ситуации, они историю болезни Флойда точно не читали. Они могут читать только историю его преступлений и ведут себя соответственно. И, естественно, вот вся эта волна первая наша с вами, я не говорю сейчас о погромщиках, почти все отреагировали на это плохо. И все мы возненавидели Дерека Чевана. Но давайте дождемся результатов. Пока будут точные данные, что там снято с других камер, как себя должен вести человек согласно протоколу. Тем более, что уже есть данные, что вроде бы там все были признаки. Я так понимаю, по-русски это что-то вроде белая горячка или такого сильного бредового состояния. Когда Флойд отказывался идти в машину, говорил, что у него клаустрофобия и так далее и тому подобное. И говорил какие-то странные вещи. Как себя соответствует, может, с поведением Чевана вообще соответствовало правилам. Мы не знаем с вами этого. Мы эти правила, насколько я могу судить, не читали. Это все пусть будет доказано. Я же вам приведу пример, кто читает меня в соцсетях, те с ним уже знакомы. Но те, кто не читает, поставьте себя вот в такое положение. Нет, ни на место Чевана, ни на место Флойда. Представьте себе, что у вас на глазах человек становится плохо на улице. Например, эпилепсия. И вы пытаетесь ему помочь. Я в подобной ситуации был. Так вам скажу. Более того, у нас там было несколько человек. И эпилептик был вроде бы очень щуплый такой молодой человек. Но мы, несколько человек, не могли его удержать. Тем не менее, более того, у него там и кровь изо рта шла, и все остальное. Я уверяю вас, что если бы кто-то нас снимал со стороны. И вы потом бы это поместил в интернете. То было бы полное ощущение, что мы его убиваем. И полицейские наши, московские, подойдя, они даже не вмешивались. И хотя тогда меня это несколько возмутило. Вот теперь я немного даже понимаю, почему они не стали вмешиваться. Но тогда вроде что закончилось хорошо. Там человек пришел в себя. Там его брат тоже участвовал. Но я еще раз повторяю. Если бы кто-то снял вот все это происходящее и выложил бы. То все мы, кто так или иначе хотел ему какую-то помощь оказать. Мы бы выглядели совсем не такими. Поэтому давайте будем поосторожнее в подобной ситуации. Но если даже действительно все укажет на то, что Чован преступник. Что он и превысил свои полномочия. И что он виновен действительно. Я повторяю. Тогда, конечно же, он будет отвечать. И никто за него не заступится. Но я бы добавил, что отвечать он должен не один на самом деле. Полиция. Сейчас мы с вами исходим все-таки из того варианта, что он виновен. Полиция. Вообще в последнее время я к американской полиции отношусь с уважением. И всегда готов действительно за нее заступаться. Но, честно скажем, во время домашних арестов. Или как угодно их называйте. Увы, полиция себя вела действительно не лучшим образом. В ряде случаев. Честь и хвала Нью-Йоркскому профсоюзу полицейских, который поставил на место деблазию. Об этом мы говорили. Но, и хотя опять мы здесь ссылаемся на видеоматериалы. Но здесь все-таки, знаете, степень не такая. Здесь речь идет не о человеческой жизни. И здесь, я думаю, мы можем этим видеоматериалам довериться. Тем не менее, когда полицейские вытряхивают кого-то из автобуса за отсутствие маски. Или заковывают мать, которая вывела дочку погулять на детскую площадку. Вот здесь у меня большие сомнения. Вне зависимости от того, сколько камер это снимали и что тому предшествовало. Особенно во втором случае. И те самые граждане, левые либералы, как угодно их называйте, которые только что требовали, что все в маске, все сидеть дома, никуда не выходить и так далее и тому подобное. Они вот действия полиции, которые тоже ведь были очень серьезным, как это назовем, превышением своих полномочий, это их никого не волновало. Сейчас, да, вы можете сказать, что там никто не пострадал, здесь умер человек. Согласен, но вы сами знаете старую теорию. Если вовремя не остановить какие-то события, если вовремя не поставить на место развитие вот этих вот самых неприятных событий, то все это закончится именно смертью. Поэтому все те, кто говорил совсем недавно, что вот надо бороться с нарушителями домашних арестов, сажать, штрафовать, арестовывать и так далее и тому подобное. Вот они должны в случае, повторяю, признание вины Чучевана, должны вообще-то сидеть рядом с ним на скамье подсудимых. Может, не на такие сроки, но они будут его сообщниками, об этом не стоит забывать. И вообще ситуация, которую мы получили по горячим следам того, что вышло, она нам напоминает вот этот самый термин, с которого мы начали, а именно анархотирании. Если совсем коротко, то анархотирании, это термин его связывают с Эмэлом Фрэнсисом, таким палеоконсервативным автором, кстати говоря, который мне весьма не симпатичен по ряду причин, но не будем сейчас пускаться, что и как. Но здесь он был прав, как выясняется, ничего не могу сказать. И смысл в том, что когда власти преследуют людей за какие-то незначительные нарушения, но которые власти угрожают, ну, неповиновение вроде того, что вам запретили работать, а вы идете работать. Все, вы арестованы, вас сажают и вас штрафуют. Но при этом ничего не делают с реальными преступлениями против вашей безопасности, против вашей собственности. Выпускают, например, уголовников из тюрем, вы все это тоже помните, было совсем недавно. То мы с вами получаем вот эту самую анархотиранию. И сейчас она выплеснулась на улице, потому что люди запуганные, затерроризированные сказками и реальностью, хорошо, про эпидемию, мы уже сейчас не знаем, где там были сказки, где правда. Они оказались полностью беззащитны. А уголовники, погромщики всех цветов кожи и всех видов, они получили полную безнаказанность. Полицейские где-то отказываются с ними связываться сами, потому что это себе дороже. Начнешь выяснять и попадешь в ситуацию с Човыном или с многими другими. Где-то, увы, не хочу никого обидеть, но подозреваю, что и трусливые тоже имеются, и кто просто не хочет связываться. Власти демонстрируют свое полное бездействие. И вот здесь мы понимаем с вами, что отцы-основатели, которые говорили, что у первой поправки есть свои ограничения, что когда вы получаете право говорить и делать все, что вам заблагорассудится, то вы приводите своих соотечественников в хаос, а потом и в тиранию. Они, это из Джозефа истории, не совсем отец-основатель, но лучший специалист по конституции. И когда они требовали, чтобы у граждан тоже отца-основателя было оружие, то они-то понимали, что ситуация, подобная той, которую, увы, мы сегодня видим, она может случиться. Но либералы, которым это анархотирание, как мы видим сегодня, как, что мать родная, им, конечно, это все равно. Им главное загнать людей по домам, как я сказал, отобрать оружие. А первая поправка, ну, я ничего не могу сказать, они тоже ей пользуются выборочно. И рты затыкают, когда надо. Но в ряде случаев, когда речь касается подстрекательства, когда речь касается побуждения к насильственным действиям против собственности и против своих же, повторяю, сограждан, здесь почему-то вот они первую поправку сразу используют, и они за нее прячутся. И в этом плане все те либералы, как бы они себя ни называли, как бы, кем бы они ни были, богатые миллиардеры, которые из своих усадеб то наблюдали, как люди маются и пытаются заработать себе на жизнь, а теперь кричат, да-да, поджигайте, ломайте и так далее, вот они на самом деле, я не призываю ни в коей мере никаким насильственным действиям против них, боже упаси. Но, знаете, если сгорит 10 усадеб голливудских звезд, а кто-то из них получит по морде, простите за грубое слово, пусть лучше случится это, чем сгорит один магазин нормального бизнесмена, или сгорит хоть одна лавочка того же чернокожего продавца. Когда в такой ситуации человек, копивший всю жизнь на свой бизнес, его теряет, а миллиардеры, которым абсолютно ничего не грозит, у них охрана, у них все что угодно, они говорят, да-да, вот это замечательно, пусть режим пострадает. Это откровенная ублюдочность, и за это кто-то должен уже отвечать. И опять, я не призываю разворачивать ситуацию, идти громить дома всех этих звезд. Но рано или поздно им это аукнется, я уверен. Как? Вот не знаю. Что делать дальше, я вам, к сожалению, не могу сказать, но вообще стоит вспомнить, что во времена того самого Никсона, к которому, может, тоже сегодня еще вернемся, ситуация была похожая, и тоже в городах были погромы серьезные, в ряде городов такие же почти, как сейчас, как я понимаю. Но, видите, Никсону и его генпрокурору Митчелла удалось с этим справиться, и в ход шли самые разные меры, левые организации за них действительно серьезно взялись, за оргпреступность, о чем забывают в ряде случаев, а оргпреступность при Никсоне получила один из самых серьезных ударов, и вот за левых. И хотя очень многие левые активисты, как раз подстрекатели к беспорядкам, они так или иначе были оправданы, но они были арестованы, они попадали, их привлекали к суду, и сами они признавали, что действия Митчелла, прежде всего Митчелла, они действительно, их движение разрушили на тот момент. Да, к сожалению, они потом восстановились, но, увы, полных побед не бывает. Но, тем не менее, Трампу и Барру сейчас самое время повторять то, что делал Никсон. Никсону было проще, это происходило в 69-м году, в 70-м, когда он уже стал президентом. У Трампа на носу выборы, и, конечно же, демократы все это используют, тут даже без конспирологии совершенно очевидно, в своих интересах. Любые действия Трампа будут играть против него, он ничего не делает без действия, он начинает предпринимать активные меры, он сразу диктатор. Но предпринимать меры надо, потому что избиратели Трампа, я считаю, все-таки ждут от него каких-то поступков. И Барр, насколько он Митчелл, мы не можем сказать. Митчелл мог выйти к демонстрантам, показать им средний палец. Я боюсь, что Барр этого не сделает, а жаль. Но, как бы то ни было, принимать меры надо. Более того, подарок от Никсона и Митчелла под названием, ну, это неудлинное название, сокращенно RICO Act, Racketary Influenced and Corrupt Organizations Act, 70-го года, надеюсь, не переврал название. Его принял Конгресс по инициативе прокурора Митчелла, и он применяется против организаций преступных, организованных, как уже понятно, организованных организаций, ну, вы поняли, которые связаны с вымогательством и с действиями, нацеленными на ущерб для собственности. Более того, никто-нибудь от Эд Круза еще в прошлом году, летом 19-го года, он Рэя призывал на основе этого закона за Антифу уже взяться. Но Рэй, который пока одно из худших назначений Трампа, признаемся честно, отказался. И теперь мы видим, что ФБР, которое было озабочено слежкой не за тем, кем нужно, уже не будем повторять, ФБР, которое и Департамент Безопасности нас стращали страшными белыми террористами, и теперь они с реальными террористами делать-то, получается, ничего и не могут. И средства массовой информации, для которых люди, которые, помните, выходили с оружием, чтобы свое право на работу отстаивать, и ничего не сломали, ничего не нарушили, никого не погубили, однако же они были реднеки, террористы и так далее, сегодня эти средства массовой информации погромщиков откровенных называют протестующими и делают все, чтобы ситуация была еще и еще хуже. Поэтому я полагаю, что вот это вот решение сделать Антифу, а понятно, что без Антифу тут никуда, террористическая организация, это да, это оправдано, но там могут быть сложности, потому что обычно, насколько я понимаю, под такое определение подпадают иностранные организации. Антифу, наверное, можно признать и иностранные, и там уж юристы пусть стараются, но и закон 70-го года все в распоряжении администрации. Пора принимать меры, и пора принимать самые решительные меры. И поэтому я выражу все-таки надежду, что я не хочу заканчивать на пессимистической ноте, что ситуация будет улучшаться. Ну, а того же Митчелла я вам процитирую. Кстати, когда Митчелл попал в жернова Отергита, то левые безумно радовались, и многие радовались едва ли не больше, когда он даже в тюрьму тоже попал, чем отставки Никсона, потому что для левых Митчелл действительно был кошмаром. Так вот, Митчелл сказал в 70-м, в том же самом году, что не надо мне рассказывать про успехи новых левых, они практически развалились. А вот страна наша уже идет вправо, и поверьте мне, она настолько поправеет, что вы ее не узнаете. Пророчество Митчелла сбылось через 10 лет, даже чуть больше, во время Рейгана. И не настолько, как нам хотелось, но сбылось. А сейчас 10 лет у всех у нас, не только у Америки, нет. Поэтому давайте надеяться, что поправение случится, и гораздо быстрее, чем эти самые 10 лет, всем нам во всем мире это нужно. И чтобы успех Митчелла повторился. Здесь я прервусь и передам слово Сергею. А буквально два слова по поводу Флойда. Патологоанатом в заключении своем написал, что нет видимых травматических признаков асфиксии, то есть вот то, что он стоял коленом, полицейский коленом на шее у Флойда, это не явилось причиной смерти. Поэтому там еще будут разбираться и разбираться. И на самом деле, как бы правительство приняло меры, он арестован, под арестом находится, идет следствие. И поэтому это был формальный повод для того, чтобы продолжить почку. На мой взгляд, это звенья одной цепи. Вот это коронавирус, вот это вот закрытие страны, обрушение экономики. И это тоже до конца не сработало. И вот в тот период, когда экономика должна была, ну, Штаты должны были открыться, начать что-то делать, вдруг вот нашелся повод такой. Поэтому суд будет разбираться, я не думаю, что это было убийство, хотя выглядит все так. Но опять же, говорят о том, что есть некий пробел в видеозаписи, то есть он идет, идет, идет спокойно, когда ему одели наручники, и потом уже вдруг он лежит, и полицейский коленом стоит у него на шее. А что происходило вот в этот период времени между тем, как он шел спокойно, и между тем, как он оказался на асфальте? Это вдруг почему-то исчезло, так что это требует еще разбирательства. Я думаю, что неспроста и губернатор, несмотря на то, что он демократ, и прокурор федеральный выступили, и как бы неоднозначно не осудили, не вынесли приговор, а сказали, что мы будем вести следствие и разбираться, поскольку, очевидно, у них есть информация более достоверная, достоверная, нежели ту, которую представили нам средства массовой информации. Это первое. Второе. Я абсолютно с вами согласен, федералам. Я понимаю осторожность Трампа в год выборов. Вы справедливо заметили, что бы он ни сделал, или чего бы он ни не сделал. Все будет использовано против него. Но я думаю, что вы абсолютно правы в том, что его избиратели ждут от него решительных действий. То есть его все равно будут обвинять либо в, так сказать, в превышении полномочий, либо, наоборот, в бездействии. Так или иначе, медиа, у них одна задача. Эти проститутки занимаются пропагандой, они этим будут заниматься. Но люди страдают. Вот у моих хороших знакомых, у моих друзей вчера ночью разбомбили в Окигане офис. То есть, вспомните эту ситуацию, когда афроамериканец работал пожарным, накопил денег и все свои сбережения потратил на то, чтобы построить спортивный бар. Построил, тут на тебе карантин, и после карантина это жлобье, его сожгли, этот бар дотла. Так что, мне кажется, все это, я не знаю, делается ли это целенаправленно, является ли это, так сказать, целенаправленным действием. Но то, что это будет использовано и делается, и поддерживается для того, чтобы попытаться не допустить Трампа к победе, это однозначно. И еще одно, левая мидия, ну, она у нас практически вся левая, представляет вот этих громил, которые громят, они не относят их к Антифе или там к Black Lives Matter. Хотя, на самом деле, это и есть основная группа зачинщики всего. И, кстати, если мне память не изменяет, именно их приглашал в Белый дом в свое время Барак Усейнович. Как бы поддержку выразила, ну, и Пелоси выражала официально, так сказать, публично поддержку этим организациям. Так вот, левая мидия говорит о том, что погромы устраивают белые супремасисты, как выяснилось. Тогда возникает вопрос, если погромы устраивают белые супремасисты, почему компания Джо Байдена собирает деньги и дает деньги для того, чтобы выкупать этих белых супремасистов из тюрьмы? То есть... Совершенно верно, и голливудские звезды сейчас скидываются в залог для этих якобы белых супремасистов. Это уже факт абсолютный. Твари конченые, поэтому я тоже ни капли бы не пожалел о том, чтобы погромы прошли именно у них, у этих голливудских проституток. Или совсем безумно... Вот все это продиктовано ненавистью к этому президенту, готовы творить абсолютное черт знает что, лишь бы не допустить президента на второй срок. Но я думаю, что ничего им не удастся, я думаю, что президент все равно будет переизбран на второй срок. И мне все-таки хотелось бы, чтобы Трамп использовал свое право использовать национальную гвардию на федеральном уровне. У него, по-моему, есть такое право, по-моему, был принят закон, который позволяет ему это сделать. Там было решение Верховного Суда, если мне память не изменяет, по которому он может... Что-то такое было, и я думаю, что уже настала пора это сделать, потому что страдают бизнесы, страдают люди, местные власти. Ну, в митрополиях, где все это происходит, понятно, там сидят демократы, которые отдают команду полицейским в стей даун, или там нежно, как Деблазио сказал, light touch или что-то такое. Как бы очень осторожно ведите себя с этими погромщиками, отдал команду своим полицейским. Я думаю, что нужно вести себя жестко, потому что это никуда не годится. Там есть три группы, насколько я понимаю. Ну, во-первых, те, кто вышли действительно протестовать, как всегда, на расовой почве. Там вышли не только черные, там и леворадикальное белое отребье, которое с промытыми мозгами. Там, как выяснилось, коктейлями Молотова швырялись некие адвокаты, которые закончили университет Ivy League. Это вообще удивительно, удивительно. Адвокаты. Там есть вот эта группа Антифа, а это, по-моему, профессиональные такие громилы, как вот в России есть скинхеды, которые используют те или иные какие-то группировки, партийные силы, платят им деньги. Это их работа. Они получают деньги... Да, я согласен. И более того, извините, что тоже влезу, это не расовое столкновение. Ублюдки всех цветов кожи и страдают от них тоже люди всех цветов кожи. Абсолютно. И поэтому, уверяю вас, ну, возьму на себя смелость, я тоже об этом писал и повторю еще раз. Если черные владельцы магазинов будут стрелять в белую Антифу, никто из якобы нас, расистов-консерваторов, плохого слова им тоже не скажет. Абсолютно. Абсолютно. То есть это профессиональные громилы, которые те или иные группы интересов нанимают, платят им деньги, они, собственно, за счет этого живут. Не просто так со всей страны слетаются, как воронье, в одно место и начинают устраивать погромы. Не ради удовольствия. Они живут этим, это их работа. А черные, темные силы их используют, платя им деньги. Я думаю, что Бар, он пообещал провести расследование. Мне хотелось бы, чтобы, во-первых, верхушку этой Антифы посадили в тюрьму те, кто, так сказать, держит их в руках. Ну, а заодно и тех, кто финансирует, те, кто купил их услуги для того, чтобы устроить подобное. Я думаю, это было бы справедливо и по заслугам. Мы сделаем период буквально через несколько минут, через пару минут вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Сейчас я обязательно приму звонки, у нас есть звонки. Буквально два слова по поводу демократов, мэров, в частности, мэр Деблазио. Вы помните, как он жестко отдал приказ своим полицейским, обращаясь к еврейской общине, что все, хватит, мое терпение лопнуло. И теперь, если что-то вы соберетесь, вы помните, были похороны Равина, и по традиции собрались его хоронить, так он пригрозил, что вплоть до арестов будет. В то же время, обращаясь к протестантам так называемым, он обратился, пожалуйста, помните, что мы должны друг друга, мы посреди эпидемии находимся и должны думать друг о друге и защищать друг друга. Совершенно другой тон, совершенно другой тон. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 Я как раз таки из Нью-Йорка, и у нас, к сожалению, нет такого замечательного супермаркета, как в Волмарке, поскольку в Волмарке нет профсоюза, и что не нравится нашим демократам. И лет 10 назад при Обаме хотели построить, у нас построили тогда огромный shopping mall, и желали там установить вот этот супермаркет, но вдруг в соседнем штате, не помню, в Нью-Йорке, где-то в Волмарке кто-то вошел, и по микрофону крикнул, I hate black people. И все, с того момента возле этой стройки начались, это не погромы, но собрались огромное количество темнокожих, телевидение и так далее, проводились митинги, собрания, чуть ли переворачивали машины, и они добились того, что этот супермаркет не был у нас установлен. Сейчас там находится совсем другое, то, что у нас в Нью-Йорке, у нас более чем достаточно. Мне кажется, что вот этот Антифа и Черная Пантера являются карательным ничем нашей демпатии. Все, что демпатии не нравится, вот эти организации и устанавливают у нас диктатуру демпатии США. Спасибо. Да, спасибо, но мне, наверное, и нечего добавить, судя по лазе, это давние связи со всякой левой шушерой, и у жены его тоже, насколько я помню. Поэтому запросто, что он ими пользуется, одной рукой полиции, а другой вот такими вот уголовными структурами. Добрый день, пожалуйста, Филип. Добрый день. Мне кажется, конечно, всем кажется, что это очень странная сцена удушения была. Она, во-первых, снята с двух ракурсов, я сегодня видел, с дальнего ракурса слева от давивших, примерно метрах в десяти от них, а потом вот так фронтально. И когда я еще услышал, что фамилия вроде бы давильщика Шервин, и там еще одна русская фамилия была из-за одного из этих четырех, когда я услышал, что Шеврин не только на свободе, он еще и на работе, его никто не отстранял. Некоторые их отстранили вроде бы. Нет, его уже... Присяжные все-таки принимали разумные действия, но вот в такой ситуации, как они решат, будет очень трудно, потому что добиться справедливого приговора под таким давлением очень и очень тяжело. Ну вот хорошо последний раз с Брауном помнить, когда полицейский его застрелил и совершенно, к сожалению, но совершенно справедливо поступил. Тоже ведь были какие беспорядки, но, по счастью, тогда полицейского оправдали. Как будет сейчас, я не знаю, еще раз говорю. Пусть решают следствие и суд, но главное, чтобы на суд не было давления. А вот этого избежать, увы, будет очень трудно. И те беспорядки поддерживались теми же проститутками из СНН. Вы помните, hands up, don't shoot, как они демонстрировали. Потом все вышли демократы на лестницу Капитолия и тоже продемонстрировали. Оказывается, это была абсолютная ложь. Но кому интересно, что это ложь или не ложь? Отмороженным, у которых вагину на голове, им только этого и надо. Другим, которые... Ну, в общем, и то же самое происходит. Да, и помните, что тогда полицейского оправдали на основе показаний чернокожих свидетелей. Что самое главное. Абсолютно. Туда была направлена бригада Эриком Холдером уж с определенной целью. И то не смогли ничего нарыть. Бригада там, которая занимается нарушением прав человека. И ничего не смогли нарыть. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, положение президента хуже губернаторского, как в литературе было известно. Но, тем не менее, придется ему применять самые жесткие меры. Иначе тогда все выделится на тролль. Он в любом случае может проиграть. А если хоть наведет порядок, то можно будет с чем-то и другим заняться. Потому что надо жестко-жестко применять меры уже. Да. Спасибо. Потому что, если, Сергей, если вам известно, то, по крайней мере, если вы знаете, в Даунтауне, а сейчас на Упере уже, я знаю, перекатилось уже где-то на Норсольк-Кларк, уже приближается к Афтауну, понимаете? Ну, вчера, спасибо большое. Вчера мы получили сообщение в соцсетях о том, что там был призыв в Твиттере, и потом его, правда, убрали, что в сторону северных пригородов у нас здесь Норсбург-Корт, полицейские блокировали все подъезды к Норсбург-Корт. Это такой большой шаппинг-молл. То есть ждали. Но вот в Акигане оно произошло. Оно произошло сегодня ночью. Говорят, что в Горни, в Милмол, тоже что-то подобное было. Это уже на севере. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Да, вы правы. Было, потому что моя дочка сейчас находится недалеко от Горни, от Акигана. Она говорит, что там все закрыто. Но я не это хочу сказать. Есть несколько таких случаев поразительных, по крайней мере. Ну, будем говорить очень. Да наплевать вам всем на этого Флойда. Они убивают друг друга плачками там на Саусе. По нескольку дней. Больше, чем на Донецком и Украинском Флойке в день. Вот. Но разговор не об этом. Меня поражает, что достаточно большое количество белых, в общем-то, поддерживает их. Если смотреть на видео, их там много. И еще у меня вопрос. А вот интересно. А почему в Тексасе нет никаких, или, по крайней мере, нет информации еще, в Тексасе есть какие-то протесты? Может, потому что там люди с оружием ходят на улицы, могут дать серьезный отпор? В Тексасе они тоже устраивали, на самом деле, в Юстоне, по-моему, нечто подобное. Но там разбираются. А я вот о чем подумал. Что они пока не начали атаковать частные жилища, именно потому, что благодаря второй поправке Конституции, и причем вторая поправка Конституции спасает, к слову сказать, и тех, кто очень не любит эту поправку и хотел бы ее изменить. Не атакуют жилища и дома частные только по той простой причине, что можно нарваться на свинцовую сливу. Только по этой причине. Я тоже перебиваю, в Твиттере сейчас ходят истории, и это реальные истории, там действительно они со ссылками на все, что в Калифорнии, например, активисты и активистки, которые еще вчера били себя в грудь и во что угодно, требуя запрета оружия, сейчас организовывают вот такие группы ополчения. Потому что своя рубашка, сами понимаете. — Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Мне кажется, вот, две дни, десять тому назад Байден плохо отозвался о черных ребятах и сказал, что они должны, обязаны голосовать за него, то есть за демократов, и некоторые афроамериканцы плохо отозвались, ответно отозвались о нем. И не кажется ли вам, что вот это как-то связано с этим? Потому что они хотели, чтобы темнокожие были недовольны белыми и оттолкнуть их в сторону Байдена и оттолкнуть их от Трампа, которые 20% из них хотели желать Трампу президента вновь. А эта ситуация уже изменит всю структуру. — Понятно. Ну, мы можем фантазировать сколько угодно. На самом деле, они всегда стараются настроить меньшинство, так называемое, против республиканцев. Это традиция. Ничего нового здесь нет. Я не думаю. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Я вчера сейчас смотрел блогера Дениса, тут у нас беспорядки в Нью-Йорке. Он показал два места таких. В Руклине это Невчин и Бетворд и на 14-й авене в Манхэттене. Очень хорошо показал. Он как-то сумел показать и со стороны полиции, и со стороны беспорядков. Я обратил внимание, что это все молодежь. Я не видел людей старше 30 лет. Но очень интересно. Он показывал людей, которые специально пришли. Он показывал их одежду крупным планом. Что вот эти люди пришли бросать камни, поджигать машины. Но полно было, много было молодых белых девочек, 16-18 лет, которые стояли впереди. Они все время старались быть первыми. А черные были за ними. И оттуда кидали камни, ранее нескольких полицейских, сожгли много машин. И потом я обратил внимание, вот крупный план показал. Девушка тоже беленькая, хорошенькая, лет 18. Ходила с краской, вот этой пульверизатором. И стук 10 полицейских машин изрисовала. С милой улыбкой на лице. И пошла дальше, никто ее не тронул. Это было ужасно. Спасибо за ваш звонок. И такие же милые девушки. Одну из них, кстати, арестовали и предъявят ей обвинение в попытке убийства полицейских, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину, когда в ней находились полицейские. Я не знаю, Бар выступил с тем, что люди, которые приехали из других штатов, нарушили федеральный закон, и он будет применять, так сказать, будут предъявлять обвинения тем, кто нарушил федеральный закон. Потому что на местном уровне навряд ли, так сказать, местные власти будут судить и предадут правосудию людей, которые на них работают, по сути дела. По сути дела, на демократов. А что касается девочек, это, с одной стороны, это члены Антифы, которые зарабатывают таким образом деньги. С другой стороны, это, простите меня, но это продукт системы образования. Это продукт системы нашей образования, где, к сожалению, их воспитывают не любить свою страну, а именно ненавидеть свою страну, этот строй. Рассказывают им сказки о прекрасном строе, который называется социализм, где все справедливо, где все живут красиво и счастливо, где все бесплатно, обучение бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное и так далее, и так далее. Вот этими сказками их пичкают, и потом получаются вот такие, такие вот люди. То есть там такой трехслойный пирог среди тех, кто принимает участие в этом шабаше. Ну, мы об этом уже говорили. Иван, я даже не знаю, что мы будем делать, поскольку времени у нас остается буквально всего ничего, а мы хотели поговорить о Китае, о том, что вот отношение с Китаем, подъем Китая, и это была Никсоновская ошибка. Что будем делать? Так, мы делать ничего не будем, поскольку почему-то между нами прекратилась связь. Да, видите, у нас как-то... Восстановилось. Да, все. Говорю, день тяжелый. Надеюсь, что это не специально, надеюсь, это просто какие-то технические неполадки. Да, все-таки надеюсь, последствия действительно перегрузки и всего такого. Ну да, народ сидит дома по-прежнему, по-прежнему не работает, во всяком случае, в больших городах сидят, сейчас смотрят через интернет, что происходит. Одни радуются, другие в печали, в негодовании от того, что происходит. Это есть причина для негодования, потому что действительно то, что происходит, это не есть здорово по-любому, при любом раскладе. Я понимаю, что некие там Леньки Могилевские, которые ненавидят Трампа, они радуются этому хаосу, потому что они рассчитывают, что посредством обрушения экономики, пусть даже его это клюнет в одно место, посредством обрушения экономики, так сказать, шансы Трампа якобы уменьшатся на переизбрание. Хотя, честно говоря, я думаю, что вот на фоне всего, что происходит, я не думаю, что от Трампа отвернутся избиратели, которые за него голосовали. Мало того, я думаю, что какая-то часть независимых может разглядеть то, что происходит сквозь призму, сквозь вот эту пропаганду, которая льется 24 часа в сутки на их головы, рассмотреть то, что реально происходит. И я не думаю, что они отдадут голоса Байдену, потому что тот что предлагает? Предлагает повысить налоги, предлагает, так сказать, прогнуться под Китай и так далее. Какие варианты? Что он может предложить такого, что могло бы заставить людей поменять свое мнение и пойти голосовать за него? Я этого не вижу. Может быть, у меня так мозги устроены, что я это не вижу? Нет, я с вами полностью согласен, но более того, будем надеяться, вот то самое пророчество Митчелла-то сбудется, потому что действие порождает противодействие. И мне хочется верить, что адекватные американцы, которые там не определились или вообще не голосуют, или независимые, что они увидят, вот вам левая политика, либо сидите дома и не высовывайтесь, либо смотрите на погромщиков и ждите, что они придут к вам, а вы будете еще и без оружия, чтобы себя защитить. А полиция, она может арестовать вас, если вы пойдете в кафе, но с погромщиками ничего не сделает. Так что в такой ситуации автоматически должно быть движение вправо. Другое дело, что, конечно же, насколько глубоко эта левая зараза пустила корни, я не знаю. И даже если, заметьте, едва ли не единственные, кто выступают, если не в поддержку того самого Чована, то, по крайней мере, за то, чтобы разобраться, это чернокожие консерваторы, там, Лэри Элдер, Кэнди Соуэнс, даже многие белые, увы, вроде бы консерваторы, подхватывают вот это, посадить обязательно, и он такой-сякой не разбирает. Это, конечно, мне тоже не нравится. Ну и да, мы опять видим, что у нас в стране, увы, у Америки на сегодняшний день реальных союзников мало. Потому что и официальная власть, конечно же, радуется, любая гадость в Америке официальной власти на радость. И наши, так называемые, либералы, хотя они уже не так называемые, они точно либералы, как и ваши. Они вот тоже радуются, что посмотрите, вот в Америке там настоящие протесты и так далее. Не понимая, что ставить знак равенства между протестами разумными, которые были, и о которых они ничего не говорили хорошего, вы понимаете о ком я, о тех людях, кто выступал против домашних арестов, и погромами, очень большая разница. А наши либералы ее не видят, и поэтому они тоже обречены на поражение. Но более того, они его заслуживают вполне, к сожалению. Ну, наши либералы, ладно, тема отдельная и безрадостная. Кстати сказать, члены бывшей администрации Обама, в частности Сюзен Райс, усмотрела русский след в этих погромах. Ну, вот тут, знаете, у нас тут своих бед хватает, мы тут гуляем по расписанию, да, последняя глупость московского правительства. И да, еще они будут погромы организовывать. Я не собираюсь заступаться, еще раз повторяю, за Путина и компанию, но у нас сейчас у самих, знаете, такая ситуация, что еще куда-то там лезть, я думаю, им сейчас правда не до этого. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Да, спасибо вам, до встречи, всего хорошего, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok